Дмитрий Сергеевич, приветствуем вас в нашем прямом эфире проекта Фридом. Слава Украине! Героям слава! Вот, несмотря на то, что регион периодически обстреливают, вы призвали сегодня людей выйти на субботник. Это на зло врагу, так сказать, или сколько жителей отозвалось на ваш призыв? К сожалению, потеряли связь с Дмитрием Сергеевичем Луниным. Сейчас восстанавливаем. Напомним, что накануне враг нанес удар по Полтавской области. С периодичностью... Ну, относительно спокойно, в общем-то, было на Полтавщине. Но, тем не менее, враг не забывает и об этом регионе. Регионе, в котором очень много переселенцев из восточных горячих регионов. И я надеюсь, нам удастся восстановить связь. Дмитрий Сергеевич, слышите? Да. Еще раз задайте вопрос, пожалуйста, не услышал. Вот сегодня, несмотря на то, что регион периодически обстреливают, вы призвали жителей города выйти на субботник. Это на зло врагу? И сколько ли жителей отозвалось на ваш призыв? Все 60 громад Полтавской области сегодня вышли на субботник, потому что жизнь продолжается. И нужно наводить порядок и в области, и объединять людей, объединять ради одной цели. Это не на зло врагу. У нас своя история, история победы, история успеха. И все люди вышли и поддержали, потому что мы традиционно наводим всегда порядок весной. И время пришло и наводить порядок тоже во всех громадах. Дмитрий, Полтавщина огромный аграрный регион. Мы знаем, что началась там, вопреки всему, пассивная кампания. Как проходят эти работы? И нет ли, не дай бог, каких-то прецедентов, когда были выявлены взрывоопасные какие-то предметы? На территории Полтавской области нет заминированных полей. По этой причине пассивная идет полным ходом. Согласно того плана, который у нас разработан, планируем засеять 1 миллион 400 тысяч гектар. Все идет по плану. Только погода время от времени может нам помешать. Все остальное у нас в порядке. Полтавщина подставила свое плечо в это сложное время. Очень многих людей ваш регион принял из восточных регионов. Расскажите, вот на данный момент, какая точная цифра переселенцев, вынужденных переселенцев у вас в области? Как эти люди живут? Обеспечены ли они всем необходимым? Есть ли жилье для всех? Пожалуйста. Зарегистрировано на сегодняшний день 118 тысяч переселенцев в Полтавской области. Большая часть из них обеспечена жильем, которые живут частным образом. Те, у кого нет родственников или сами не смогли где-нибудь остановиться, снять жилье. На сегодняшний день обеспечены жильем в общежитиях вуза, в общежитиях техникумов. Также живут в закладах школьных и детских садах. Их мы кормим, кормим за бюджет громад, за бюджет области. Очень сильно помогают волонтеры, помогают гуманитарной помощью. По этой причине они обеспечены всем необходимым. Все, что им нужно в плане гигиены, вещей и еды они получают. В том числе сегодня на субботник очень много вышло переселенцев. Дмитрий Сергеевич, ну вот мы уже, Полтавская область попадала неоднократно в сводки генштаба. В частности, Миргород был обстрелян, Кременчук. Сегодня очередной обстрел от оккупантов. Насколько масштабы разрушений, каковы масштабы разрушений? Это из того, что можно сообщить. Мы понимаем, что в целях безопасности мы не называем. Сегодня оккупанты ночью разрушили две хозяйственных постройки. К сожалению, впервые у нас в области один человек погиб. И один человек получил ранение. Ему оказана медицинская помощь. Он амбулаторно проходит лечение. Ну вот то, что могу сказать. Был пожар, пожар был потушен. И ситуация дальше уже была под контролем. Хотелось бы уточнить, вот в Полтавской области работает, введен комендантский час с 9 до 5 утра. И полиция Полтавской области заявляет о том, что накануне 15 апреля правоохранители проверили 1200 транспортных средств. Скажите, пожалуйста, с какой целью сейчас это все происходит в области? Кого проверяете? Все равно продолжают происходить фильтрационные моменты. Выявляем диверсионно-разведывательные группы. Также в плане правопорядка, потому что все равно есть люди, которые продолжают, к сожалению, пить и садиться за руль. В том числе работаем и в этом направлении. Спасибо вам большое. Дмитрий Сергеевич Лунин, глава Полтавской областной военной администрации, был с нами в прямом эфире проекта «Фрида». Продолжение следует... Продолжение следует...